Тамара Никифорова Несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире, организаторам удалось собрать как представителей западного полушария, так и представителей полушария восточного. Среди наиболее интересных персон, чьи доклады можно услышать сегодня, Пабло Даниэль, глава Минобороны и службы информационной безопасности ВМФ Аргентины, независимый эксперт по информационной безопасности Кришну Раджагапал, Кен Чемперлин, управляющий директор CSI Group, а также Кайл Хастингс, глобальный директор по информационной безопасности ВТБ Капитал. Доклады с российской спецификой представили самые признанные эксперты сообщества информационной безопасности в России. Исполнительный директор группы компании InfoWatch Всеволод Иванов задал тон мероприятию. Он широкими мазками обозначил эволюцию роли информационной безопасности для бизнеса от Омеги до Альфы. Дмитрий Устюжанин, руководитель департамента информационной безопасности ВМПЛКОМа, провел сеанс разоблачения без всякой магии, что на его опытный взгляд представляет реальную угрозу, а от каких страшилок можно спокойно отмахнуться. Алексей Волков, представляющий Сиверсталь, ни много ни мало, но предоставил слушателям всю правду о коммерческой тайне. Бесами-2015 – это информационная безопасность во всех ее тональностях и измерениях. Большое место в программе уделяется вечно актуальной теме измерения эффективности информационной безопасности, что получает бизнес, вкладываясь в безопасность. Также на конференциях много со вкусом и удовольствием спорят. Так, например, на дискуссии с импровизированной Михаилом Хмельянниковым участники попытались понять, так что же нужно сделать безопаснику для того, чтобы находиться в согласии с буквой и духом российских законов. Отдельные секции посвящены разнообразным факторам, которые могут угрожать финансам и репутации компаниям в современном мире, опутанным соцсетями и средствами массовой информации. Мероприятие – вау! Это лучшее, что я могу сказать. Хорошее мероприятие, я с удовольствием на нем присутствую и я надеюсь, что у меня еще раз позовутся. Потому что выступать здесь всегда приятно, люди интересны и глаза услышат себя. О том, какие впечатления оставил межконтинентальный БИС-Самми-2015 у наших участников, а также серии ключевых интервью со спикерами пленарного заседания, смотрите в самое ближайшее время на канале БИС-ТВ. С вами была команда БИС-ТВ и я, Тамара Никифорова. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!